Я выслушал сейчас два выступления, и особенно последнее. Я бы согласился с критикой, но предыдущих министров, Авдеев, Швыдкой. Но впервые появился министр и министерство, которые, так сказать, заняли государственную позицию. Мы, наконец, её услышали. Это все министерства должны быть. Но в тех других трудно это проявить. Экономика, где, допустим, или транспорт. Как сказать, мы патриоты, скорость стала быстрее, что ли? Немножко будет наивно. А вот в сфере образования и культуры это легко можно, чтобы это проследилось. Но мы чувствуем, как перестали поддерживать различные проекты кинематографические, выставочные. Там, где оплёвывали нашу страну и историю культуры. Мы же много видели на наших экранах последние десятилетия. И это обидно было, что это ещё финансировалось из бюджета. Поэтому сегодня это единственное министрство, где вот такие чёткие патриотические позиции. И прекрасно, что это министр, который умеет и пишет книги. Надо критиковать тех, кто писать и говорить не могут. А мы вот имеем 30 министров и пытаемся ударить по самому образованному. Потом не забывайте, что из наших рядов вы бьёте по Государственной Думе. Надо бы радоваться и просить президента всех министров назначать из депутатов Государственной Думы. Здесь очень много талантливых людей, особенно во фракции ЛДПР. Можно найти таких. И чтобы они тоже могли бы стать министрами. Если вы хотите свои фракции хвалить, у вас такая возможность будет, но вам стыдно хвалить. Не за что хвалить, так сказать. А у нас лучший губернатор. А у вас нет такого лучшего губернатора. При этом мы хвалим вашего министра, а вы его оплёвываете здесь. Вот это о чём говорит? Ваш министр, мы говорим, хороший, а вы выходите здесь и говорите, вот то не так, это не так. А когда вы вообще будете правильно оценивать? Впервые патриот-министр, так сказать, на своём посту. Вы же помните, наверное, как у нас развивали культуру. Вы помните, наверное, премию вручали за фалос на разводных мостах. Это чудовищно. Да. Гельманов финансировали. Это те самые, которые болотно устраивают. Целующие милиционеры выставляли на показ эту картину. Кому это всё нужно? Кинофестивали о Майдане устраивали. За государственные деньги. Мы с этим боролись 25 лет. И сегодня мы рады, что министерство от этого отошло. Но ещё более активно хотели бы, чтобы в этом направлении бы работали. Чтобы действительно за государственные деньги выходили бы те книги, фильмы, спектакли. И здесь не надо нам ополчаться, что вот сегодня мало читают. Но весь мир мало читает. Но ушла книга в прошлое и театр. Но некогда. Все дети в детском саду с планшетниками. Зачем нужна книга и ещё какое-то... Я вам забыл фамилию бывшего министра? Через секунду мне уже дали. Что, пойду в библиотеку искать, там библиотеку сидеть, поработать? Кто там сидел в министерстве? Прямо в кармане всё у нас сегодня лежит. Все данные, так сказать. Поэтому стонать, что мало ходят, мало читают, это весь мир. У меня в библиотеке 10 тысяч книг. Я всё отдал в институт свой. Мировых цивилизаций. Я посчитал, что мне уже 200 лет, чтобы их прочесть. Ничего не делая. 200 лет только читать. Ну какой же смысл-то? Пусть там в библиотеке будет. Поэтому мы бы хотели, Владимир Владимирович, чтобы действительно появлялось больше фильмов. Очень хороших. Не обязательно на военную тему. Здесь прозвучала мысль, что нет денег на музей декабристов. А надо ли вообще такой музей иметь? Декабристы в своей программе писали убить царя. Наоборот, закрыть музей там, где есть данные о том, что были антигосударственные деятельности. В отношении всех революционеров. Всех. Нам это сами не нужно. У нас улица декабристов есть. Вот там Майдан, это вот они воспитанные на этих героях революции. И сами хотели стать героями. И сегодня русский с русским здоровается. И вся Украина это порицает. До чего уже дошло. В Финляндии забрали русского ребёнка, и русская мать не должна любить его. И не должна говорить с ним по-русски. А на Украине, вся Украина сегодня, как это поздоровалось два русских. Русским уже и здороваться нельзя. Вот где культура, антикультура, антирусская, антигосударственная. Поэтому приветствуем деятельность этого министра, этого министерства. И поддержим все патриотические начинания, все патриотические шаги. И в этом смысле мы бы хотели, чтобы Единая Россия всё-таки сама бы давала бы правильную оценку своим министрам. И если у нас был бы такой министр, мы бы сейчас весь зал подняли, чтобы похлопать такому министру культуры. Мы похлопаем ему. Время закончилось, я ведь не помню. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Нет, 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 ни в коем случае. Слушать на фотовыставку. Спасибо. Спасибо.